Здравствуйте, друзья! Телеканал Евроспорт продолжает трансляции. С 2002 года уже получается на протяжении 11 чемпионатов Европы всего лишь два раза на первой строчке стояли спортсмены не из России. И, соответственно, девять чемпионок Европы в этой весовой категории. Конечно же, самый большой вклад внесла наша прославленная Оксана Соливенко. Этот чемпионат Европы она пропускает. В прошлом году у нее был ряд напряженных стартов. Решил главный тренер нашей команды Александр Видов дать Оксане Соливенко отдохнуть. И достойных российских представительниц в этой весовой категории, к сожалению, не нашлось. Поэтому сегодня будем просто наблюдать за красивой борьбой. Этот чемпионат Европы как-то выделяется из общей массы чемпионатов Европы тем, что в каждой весовой категории такая бескомпромиссная борьба до последнего подхода. Иногда вмешиваются судьи, но от этого зрелищность все-таки, наверное, не совсем теряется. Но, тем временем, на ваших экранах молодая спортсменка, одна из самых молодых, ей всего лишь 17 лет, Мадалина Молли из Румынии, чемпионка мира среди юниоров. Это ее первый взрослый старт и сразу же серебряная медаль в рывке. Ну, а сейчас на помосте, наверное, самый главный претендент на золото Дина Сазановец из Белоруссии. 23-летняя спортсменка, бронзовый призер чемпионата мира и обладательница очень хорошего результата, что в рывке, что в толчке и, конечно, в сумме. Все три попытки успешные 105, 110, 115 и хороший-хороший отрыв от ближайшей преследовательницы в 10 килограммов. Ну, а на... Так, вот на таблице на ваших экранах, на третьей строчке надежда мира... Ну, что ж, начинаются соревнования в толчке. 110 килограммов на штанге и первый из спортсменок к этому весу подойдет Асия Ипек. Турчанка, 21 год, на последнем чемпионате мира. Была лишь 21-й, в толчке показала как раз-таки 110 килограммов. Сегодня она с этого веса начинает. Тяжеловато, конечно, для первой попытки. Но, тем не менее, вес засчитан и пока она на второй строчке сумма 204 килограмма. Рекорд мира в этом движении, в этой весовой категории равен 158 килограммам. Принадлежит китаянке Лю Чун Хон, которая установила его на домашних Олимпийских играх в Пекине. Надо сказать, что наши девушки тоже очень-очень близко подбирались к этому результату. Рекорд Европы равняется 157 килограммам. За ремак Касаева его установила. Ну, а сумма 276 килограммов, это рекорд Европы, принадлежит Оксане Сливенко. Карита Хансен была на ваших экранах 22 года, бронзовый призер чемпионата Европы среди молодежи. Практически с личного рекорда начинает она эти соревнования. 111 в прошлом году показала, сейчас 110 в первой попытке. В рывке Карита Хансен показала 97 килограммов, и это лишь восьмое место. Хотя отрыв от третьей позиции всего лишь 7 килограммов. Ну что ж, все случается в тяжелоатлетике, бывает иногда и с восьмого места спортсмен попадает в тройку. Для российской команды этот чемпионат Европы пока складывается удачно. Все наши спортсмены, которые уже закончили свое выступление с медалями, кто-то с медалями в отдельных упражнениях. Но и есть медали в сумме, в том числе и золотые. У женщин их уже две. Сначала Елена Шадрина завоевала золото. Ну а вчера в категории до 63 килограммов Тима Туриева боролась, наверное, сама с собой. Не было вчера у нее достойных соперниц. Но с собой Тима Туриева справилась и выиграла вторую золотую медаль. Поддержала ее соотечественница Надежда Ломова, которая в весе до 63 килограммов стала второй. Ну а у мужчин Олег Чен в весовой категории до 69 килограммов завоевал золото. Разми Кунанян бронза в весе до 77 килограммов. Осье Ипек, вторая попытка. 114 килограммов. Есть. Самый большой заявленный результат во втором движении в толчке у Дина Сазановец. 130 килограммов. Я думаю, первым же подходом она решит судьбу золотой медали. Потому что отрыв 10 килограммов. И не видно спортсменок, которые могли бы побороться с белорусской спортсменкой. Карита Хансен, Швеция. 114. В случае успеха обновить свой личный рекорд. Немного сыграли локти. Давайте посмотрим, что скажут судьи. Посмотрим замедленный повтор. 2 к 1. Ну что ж, один судья из трех усмотрел ошибку. Давайте посмотрим и мы. На грудь все технически правильно. Немножко дрожали локти. Почему на этом мы концентрируем внимание? Потому что уж больно часто вмешивается судья. Причем как в сторону засчитывания веса поднятого с ошибкой, так и наоборот не засчитывания правильно поднятого веса. Видели мы это вчера. Какой-то прям такой роковой день был. К сожалению, вот эти судейские ошибки, они коснулись нашего атлета. Но, слава богу, все закончилось хорошо. Размику Нанян на третьей строчке финишировал. Ирина Лепса из Румынии. Это была ее первая попытка по итогам рывка Ирины Лепса лишь на седьмой строчке. 98 килограммов в рывке. Это ее первое выступление в этой весовой категории. Год назад в Албании на чемпионате Европы она выступала в более легком весе и заняла второе место. В толчке имеет лучший результат 123 килограмма. Показывала его на чемпионате Европы среди юниоров, который проходил в Израиле, так же, как и сейчас. Но тогда в городе Эйлад. Румяна Станчево из Румынии. Видимо, получает травму. Задняя поверхность бедра, скорее всего, травмирована. Румяна Станчево снова выходит на помост. Ну что же, видимо, просто свело ногу. Одна из самых опытных, если не сказать больше. Самая опытная спортсменка. Выступала на международных соревнованиях с 97-го года. Но больших успехов у нее не было. Лишь однажды попадала в призы на чемпионате Европы. Это было в 2005 году. Да, подъем штанги с груди значительно легче. Дается Румяна Станчево, чем первая фаза движения. И собирает сумму 212 пока на второй строчке. Румяна Станчево. Еще одна попытка в запасе. Остается. Надя Миронюк, которая после рывка идет третий, начинает толчок. По крайней мере, ее предварительная заявка. С веса 123 килограмма. Спортсменка из Румынии. Молодая Мадалина Моли. Которая идет второй. Планирует начинать со 118. Ну что ж, пока заявка Мадалины Моли не позволяет ей так побороться с более опытными девушками. Видимо, рывок коронное упражнение Мадалины. Ну, заслуженная серебряная медаль. Хотя... Подождем. Подождем. Возможно, это такая тактическая игра. Осия Ипек. Турчанка. Очень тяжелый съем. Немножко перекашивает спортсменку. Но это от недостатка сил. 116 не покорились ей сегодня. И заканчивает на четвертой строчке. Сумма 208 килограммов. Очень жалко, что нет российской участницы сегодня. К сожалению, победительница Кубка России 2014 года Елена Бобринева показала очень скромный результат. 95 килограммов в рывке. 115 в толчке. С этим результатом, конечно, в этой весовой категории сложно рассчитывать. Даже на медали. Да, ну, будем надеяться, что Оксана Сливенко будет еще радовать нас победами. Пусть она сейчас спокойно тренируется. Надеюсь, на чемпионате мира осенью мы ее увидим. Патриция Пешовяк из Польши. Одна из тех спортсменок, кто в рывке показал результат 100 килограммов и больше. Но вот Патриция Пешовяк пока идет на шестой строчке по итогам в рывка. 100 килограммов ровно. Сейчас 117 первой попытки. Сразу захватывает лидерство. Но не забываем, что еще несколько участниц не начинали. Карита Хансен, Швеция. 117 килограммов. В случае успеха спортсменку из Польши она не обойдет. Но на второй строчке закрепится. Карита Хансен самое большое. Поднимала 111 килограммов на международных стартах. Сейчас идет сразу на вес 117 килограммов. Сыграли локти. Но здесь более явно был так называемый дожим. Хотя, ну, такое ощущение, что можно сказать на усмотрение судей. На усмотрение судей. Судьи 2 к 1. Вес не засчитан. То есть один судья все-таки посчитал, что все было сделано верно. Давайте посмотрим за медленный повтор. Ну, на грудь без ошибок. Смотрим, что с локтями. Да, был дожим. Был дожим. Еще-еще повторяют нам попытку. Мадалина Молли, 118. Как планировала, так и начинает. О, поспешила, поспешила. Хорошо. Взяла штангу на грудь. Легко. Вытолкнула. И начала быстро собирать ноги. Да, потеряла вот это чувство равновесия, очень тонкое на какую-то долю секунды. Но этого хватает, чтобы уронить снаряд, что и произошло. Попытка потеряна. И самое неприятное, что и так, имея не самый высокий результат во втором движении, еще и на попытку меньше остается. Норвежская спортсменка, которую в рывке мы еще, мы в рывке ее не видели. Так, кассири Рут, 31 год. Была на ваших экранах, ну а выходит Ирина Лепса. Ирина Лепса, 119 килограммов. И в случае успеха 217 сумма, первая строчка. А когда? Справилась Ирина Лепса, ну подождем, что скажут судьи. Вроде бы видимых каких-то ошибок не было. Всего можно ожидать. Да, три белых фонаря, вес засчитан. Ирина Лепса пока лидер. Возвращаемся на тяжелую атлетику. Толчок. Толчок. Весовая категория до 69 килограммов. Девушки выходят на помост. И первая попытка спортсменки из Норвегии. Руд Кассири. 31-летняя. На прошлогоднем чемпионате Европы она была шестой. 124 килограмма показала в толчке. Это ее лучшее достижение. И как самое высокое место в этой весовой категории, так и сам результат. Больше 124 она не поднимала. Сыграл левый локоть. Но я думаю, здесь-то точно судьи не засчитают. Да, что и произошло. Кассири Руд вынуждена будет снова подходить на этот вес. Ну или идти, допустим, на большей, если она чувствует в себе силой. Сейчас выйдут на помост основные претенденты на медали. На медали, скорее всего, не на золото, потому что Дина Сазановец, конечно, сильная. Во втором движении имеет она лучший результат. 143 килограмма в толчке всего лишь на... Ну, не всего лишь, а на... Так, сколько? На 14 килограммов меньше мирового рекорда. Европейского рекорда. Ну, все равно очень-очень много из выступающих. Я не думаю, что кто-то даже до 140 килограммов сможет сегодня добраться. Польская спортсменка Патриция Пешовяк справилась с результатом 120. И так вот потихонечку она захватывает лидерство. Сумма 220 и первая строчка. Еще одна попытка. У нее остается в запасе. После рывка она была шестой. Ну, все шансы сохраняла. Многое будет зависеть от подхода этой спортсменки. Мадалины Молли из Румынии. Первый подход был с технической ошибкой. Ну, а сейчас почище все было сделано. И я думаю, судьи это оценят. Да, оценивают тремя белыми фонарями. Будет пытаться исправиться. И три спортсменки не выходили. Милка Манева, Надежда Миронюк из Украины. И лидер наших соревнований Дина Созановец из Белоруссии. Да, в этот раз все сделано точно. Но, конечно, техника этой спортсменки оставляет желать лучшего. Ну, в целом сделано неплохо. Но какие-то у нее лишние перемещения по помосту. Если вы посмотрите, при выполнении второй части движения куда-то в сторону уносит, наверное, сантиметров на 20 рудка Сири. Конечно, это все ведет к тому, что силы неэкономно расходуются. Иван Иванов, олимпийский чемпион, главный тренер болгарской команды. Румяну Станчиву отправляет на вес 121 килограмм. В случае успеха Румяна Станчива будет лишь четвертый. Но это попытка захватить временное лидерство во втором движении в толчке. Пока во втором движении у нас лидер Кассири Рут из Норвегии. Нет, не получилось. Румяна Станчива заканчивает с результатом 212. По-прежнему, видимо, как уходит она с трудом с помоста. Видимо, опять сводит мышцу. Но все равно зачетная сумма у этой спортсменки есть. И очки болгарской команде она приносит. Патриция Пишовяк из Польши. 122 килограмма. Уже обновила она личный рекорд на этих соревнованиях. 120 подняла. До этого было 117. И сейчас будет пытаться еще немного улучшить свое же достижение. Ей 21 год. Ну что ж, пока мы видим, что спортсменка прогрессирует. Возможно, через несколько чемпионатов Европы, через несколько лет она будет бороться за медали. Ну что ж, справляется с весом 122. Пока эта сумма лишь вторая. 222 килограмма. Проигрывает Анна Мадолине Моли из Румынии. 3 килограмма. Но в втором движении, в толчке, Патрисия Пишовяк пока, пока на первом месте. Милка Манева, вторая спортсменка из Болгарии, которая после рывка идет на четвертом месте. 103 килограмма. Показала дебют этой спортсменки в новой весовой категории до 69 килограммов. И, между прочим, она чемпионка Европы прошлого года в более легком весе. Хорошо справляется Милка Манева со своей первой попыткой. 123 килограмма было на штанге. И сразу же она выходит на первое место в сумме 226. И в толчке тоже пока она первая. Есть еще попытки у Мадолины Моли, которая заявила для третьего подхода 125 килограммов. Ну, а сейчас Надежда Миронюк из Украины. 123 килограмма. Да, лишь тягу делает спортсменка. Ну, что ж, непонятно, в чем причина. Возможно, что-то беспокоит. Даже, скорее всего, что-то беспокоит. 26 килограммов в прошлом году. Толкнул Надежда на чемпионате мира. Также в прошлом году 128. Ну, а здесь 123. Уже лучшее. Ай-яй-яй-яй-яй. Сыграли локти. Сыграли локти. Скорее всего, не засчитают вес. Благодарить судьи. Но здесь благодарить не за что. Потому что попытка не засчитана. И снова нужно будет выходить на помост. Как-то так трясет Надежду Миронюк. Вроде и силы есть. Но, видимо, не очень хорошо готова к этим соревнованиям. Поставила себя в очень сложное положение. Потому что речь уже идет не о борьбе за второе место. Или за промежуточное первое. А просто за выживание. Чтобы закончить хотя бы с каким-то результатом. Ирина Лепса идет на вес 123. Но даже в случае успеха она будет лишь четвертой. Ирина Лепса. 115-119 зафиксировала. Сейчас 123. Поднимала на этот результат в 2012 году. Ну что ж, опять надо ждать решения судьи. Да. Скорее всего, не засчитан. Так и есть. 2 к 1. 2 к 1. Судьи строгие. Ну, показывает Ирина Лепса тренерам, когда уходит с помоста. Что действительно сыграл локоть. Смотрите. Раз. И выпрямилась. Ну, здесь анатомическое строение локтевых суставов. Я думаю, не позволяет сразу на прямые руки поднимать некоторым спортсменам. И они, наверное, в менее выгодных условиях. Очень важный подход для Нади Миронюк. Либо призы, либо нулевая оценка. И держать! Молодец. 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 Собралась. Значительно легче. Надежда Миронюк. Сумма 227. Пока первое место. Еще не выходила Дина Созановец. Милка Манева. Две попытки имеет в запасе. То есть, может, Надю Миронюк сдвинуть с первой строчки. Милка Манева идет на 125 килограммов. В случае успеха 228. На килограмм она обойдет Надю Миронюк. Выйдет на первое место в толчке. То есть, важный подход для Милки Маневой. Надю Миронюк попыток не осталось. В случае успеха Милка Манева гарантированно попадает в тройку. Ну что ж, понимала Милка Манева важность этой попытки. Справилась с весом 125 килограммов. Пока она на первом месте. 228. Еще один подход в запасе. Гарантированно она в призах. Ну, на каком месте будет вопрос. Да, в рывке лишь четвертой была Милка Манева. Я думаю, обидно ей было в одном шаге остановиться. В одном шаге, в одном килограмме. От медали. Ну, а Мадалина Мали. 125 килограммов. В случае успеха обходит Милку Маневу. Венаги Миронюк на четвертую строчку отодвигает. Пока на третью. Нет, не готова. Не готова Мадалина Мали. Ну что ж, очень приятное впечатление она себе оставляет. Хорошие результаты для чемпионата Европы, это точно. На 2 килограмма она улучшает свой личный рекорд в рывке. На 2 килограмма улучшает свой личный рекорд в толчке. На 4 килограмма увеличивает собственную сумму. Ну что ж, неплохо, неплохо. Молодая чемпионка мира среди юниоров. Ну, у нее еще все впереди. Кассири Рут из Норвегии идет на 126. В случае успеха Надю Миронюк обыграет. Нет, 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 нет. Ну, авантюра. Авантюра. Этот вес спортсменка никогда не поднимала. Вабанк. Пошла. Не получилось сегодня. Ну, вот и пришла пора выходить лидеру Дина Сазановец. 130 килограммов. Очень-очень небольшой для себя вес. Нужно будет поднять Дине для того, чтобы, ну, скорее всего, поставить точку в этих соревнованиях. Потому что у Милки Маневой остается одна попытка. На 130 килограммов будет она ее использовать. И даже в случае успеха не догонит Дина Сазановец. С огромным запасом справляется Дина Сазановец. С этим весом никаких сомнений. У меня лично перед началом этой попытки не было. Все-таки стабильная спортсменка. И мало того, что она стабильная, она еще показывает постоянный рост результатов. На чемпионате Европы 112 в рывке. А на чемпионате мира в 2013 году уже 116. Ну, сейчас 115. Тоже хороший результат. Если учитывать, что не было соперниц, это нормально. Милка Манева, она уже на втором месте. И, ну, ничего ей не дает. Эта попытка в случае успеха... А нет, прошу прощения. Она обойдет Дина Сазановец именно в толчке в этом движении. Потому что Милка Манева легче. Не получилось. Хотя, очень близко было. Ну что ж, Дина Сазановец собрала в своих руках все золотые медали. В рывке, в толчке, в сумме. И осталось дождаться, на какой вес пойдет спортсменка из Могилевской области. Скорее всего, 140 будет заявлено. А спортсменка из Польши неплохо выступившая в толчке. Патриция Пешовяк на пятом месте. Так и есть. 140 килограммов устанавливают для Дина Сазановец. 23-летней спортсменки. Ну, сейчас самое главное, чтобы хватило мотивации. Чтобы хватило мотивации. Потому что, конечно, в голове уже сидит, что все сделано. Не получилось. Не удалось сразу на прямые руки поднять штангу во второй части толчка. Попыталась побороться. Ну, видимо, нет настроя. Нет настроя. Кстати говоря, Дина Сазановец, она впервые поднимется на верхнюю ступеньку на международных соревнованиях взрослых. В Лондоне была она четвертой. Очень обидное четвертое место. Потому что она показала сумму 256 килограммов. Такую же сумму показал и бронзовый призер, и серебряный призер на Олимпиаде. И лишь собственный вес спортсменок расставил их вот в итоге именно так, как соревнования закончились. То есть Дина Сазановец была тяжелее всех. И осталась на четвертом месте. Хотя результат, еще раз повторюсь, уровня серебряного призера. На чемпионате Европы Дина Сазановец была второй за нашей Оксаной Сливенко. Килограмм в килограмм они шли. Но в итоге Сливенко удалось выиграть. На чемпионате мира Оксана Сливенко была не в лучшей форме. Осталась она тогда лишь четвертой. Но Дина Сазановец обыграла и заняла третье место на чемпионате мира. 116 килограммов в рывке, 143 килограмма в толчке. И по праву Дина Сазановец сейчас является сильнейшей атлеткой в Европе. Это вот ее первые медали золотые чемпионата Европы. Спинку, спинку. Сильней подрыв. Держи, держи, держи. Ровно, длинно, вверх. Держи, держи. Ну, то же самое. Сложилось у меня впечатление, что не хватает соперницы какой-нибудь Дины Сазановец для мотивации. Помню я ее выступление на чемпионате мира, на чемпионате Европы. Она очень сосредоточенно, заряженно выходила. Ну, а здесь очень спокойно. Ну, что ж, все равно поздравляем Дину Сазановец с первым местом на чемпионате Европы. Продолжение следует...